Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин, это новости сериалов и сегодня в выпуске вы узнаете, чем недовольны старые доктора, что очень странные дела забыли в Чернобыле и какие паразиты завелись у HBO. Ну а начнем мы, пожалуй, с новостей далекой-далекой. Финальный седьмой сезон мультсериала «Войны клонов» стартует 17 февраля. Ну а если Асока Тано и решит появиться на больших экранах, то желание сыграть ее выразила Розарио Доусон. Ну а на малых экранах может появиться другой персонаж. Визжите, кричите и топайте ножками, ведь в сериале про Оби-Вана может появиться Джа-Джа, но это пока что слух. Как и то, что в сериале «Ванда Вижен» может появиться «Бегунец и ртуть», а вот производство другого сериала «Марвел», «Соколиный глаз», отложено на неопределенный срок. Точные причины пока не сообщаются. Но вот что точно, так это то, что во втором сезоне «Ведьмака» нас ждет линейный сюжет и ЛГБТ-персонажи. Само собой, где бы я ни натыкался на эту новость, везде была буря негативных эмоций. Что ж, поживем и увидим, что из этого получится. Ведь если вспомнить, поначалу всех бомбило от афроамериканских дриад. Но сейчас сериал дико популярен и про это мало кто вспоминает. Но я предлагаю вспомнить Люцифера, так как в пятом сезоне нас ждет появление самого Всевышнего, а роль бога досталась Деннису Хейсберту. Ну а любимый фильм Хадео Кодзимы, и единственный корейский фильм, на который я ходил за последние пару лет, «Паразиты» станет сериалом. Поставит его режиссер оригинального фильма По Джун Хо, а приютит у себя сериал «Сервис HBO». А Чернобыль приютит у себя новый сезон «Очень странных дел». Как стало известно, часть съемок ОСД пройдет в Литве, на локациях, сделанных для сериала «Чернобыль». Сразу после этого команда вернется в Атланту. Ну а мы вернемся к бывшим докторам, Дэвиду Теннанту и Мэтту Смиту, которые оказались недовольны отсутствием рождественских эпизодов. Мэтт Смит, сыгравший одиннадцатого доктора, кстати, моего любимого доктора, рассказал, что для него появление на экранах страны в столь особенный вечер, как Рождество, было невероятным и даже волшебным опытом. Дэвид Теннант, сыгравший десятого доктора, также выразил свое негодование и спросил, «Ну что же это такое творится?» Ранее новый шоураннер сериала Крис Чибнелл комментировал отказ от рождественских серий, утверждая, что у сценаристов просто не осталось хороших идей. Мда, такой себе комментарий. Но пока доктора негодуют, куклы ликуют. Дело в том, что Сайфай заказал полноценный сезон про куклоубийцу Чаки. Об этом сообщили представители канала. Данный сериал никак не будет связан с фильмом, вышедшим в девятнадцатом году. А официальный синопсис гласит, «После того, как на ярмарке появляется старинная кукла Чаки, в городе начинается череда необъяснимых убийств, которые послужат началом к раскрытию страшных тайн города и его жителей». Вместе с этим, появление врагов и союзников из прошлого Чаки послужат проявлению правды о происхождении демонической куклы. Но не только адская кукла решила обзавестись сериалом. Также и моя любимая мускулистое яичко готовит свой сериал о своих молодых похождениях. Сам актер будет появляться в каждом эпизоде. Но, скорее всего, найдут молодой клон Скалы, так как сериал будет сконцентрирован на зарождении его карьеры. Не знаю, знаете ли вы или нет, но я огромный фанат Скалы. Поэтому жду с нетерпением. Ну а вы ждите обзор. Даже если не ждете сериал. Все равно ждите обзор. Ну а помимо молодого Скалы, нас ожидает сериал про невест Дракулы. В современном мире от канала ABC. А я напомню, что у меня на канале вышел обзор на недавнего Дракулу. От создателей Шерлока и некоторых эпизодов Доктора Кто. Марка Геттиса и Стивена Моффата. Ну и куда же мы без Сидаба, который пролил все наши любимые сериалы. Примечательно то, что у Гастина после следующего сезона Флэша заканчивается контракт. И только ему решать, шоу маст гон или не. Ну а как вам? Хотелось бы продолжение Флэша? Только честно. Я никому не скажу. И еще немного про Флэша. Только теперь про фильм, который наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Андреас Мускетти, ответственный за последних Оно, экранизирует серию комиксов Флэшпоинт. Как по мне, в плане тайминга немного рановато. Но если уж и перезагружать вселенную, то перезагружать как положено. Хотя и сам Мускетти сказал, что это будет не совсем тот Флэшпоинт, который мы ожидаем. Но оно-то и понятно. В комиксе в этом событии приняло участие Оварда хрена героев. В нынешней киновселенной и половина от этого не наберется. Хотя как раз основа в лице родителей Бэтмена, самого Флэша, Аквамена и Чудо-женщины, у нас есть. Так что верим, надеемся и ждем. По крайней мере я. Ну а на этом у нас все. И всем большущее спасибо за просмотр. Обязательно пишите в комментариях, какая новость вас порадовала. Ну а какая же наоборот. Ну а если вдруг вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А в описании вы найдете ссылки для вашей поддержки канала, а также ссылки на мою группу ВК и Инстаграм. Буду признателен, если подпишетесь. Ну а я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов и только хороших вам новостей. Пока. Абеби.